МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Нью-Дейле завершил свою работу Индороссийский образовательный саммит. Мероприятие стало уникальной площадкой для развития диалога и обмена опытом между ведущими российскими и индийскими университетами. В течение трех дней представители высшего образования России и Индии, дипломаты, политики, ученые и бизнесмены принимали участие в дискуссиях, конференциях и круглых столах. В первую очередь внимание уделялось новым возможностям сотрудничества в сфере науки и инновационных технологий, а также подготовке кадров для различных областей экономики обеих стран. Представители около 60 российских университетов рассказали о своих программах по направлениям медицина, инженерное дело, авиация, аэрокосмическая промышленность, ядерные науки и многое другое. Индийские школьники и студенты познакомились с возможностями получения высшего образования в России, условиями поступления и дальнейшего трудоустройства. Среди организаторов мероприятия Россотрудничество, Русский дом в Нью-Дели, посольство России в Индии и Центр международного образования. Накануне в Русском доме в Ханое прозвучали шедевры русской классической музыки. Бессмертные произведения Рахманинова, Чайковского, Рубинштейна и других прославленных композиторов услышали посетители концерта «Русская мелодия». Культурное событие объединило исполнителей со всего мира, ведь среди выступающих были вьетнамский оперный певец Нгуэн Хак Хоа, российская оперная исполнительница Наталья Скрябина и итальянский пианист Франческо Чапалетти. В завершении концерта артисты подарили зрителям всеми любимые песни о Москве и Ленинграде. В Красногорске состоялось открытие выставки, посвященной трагедии и подвигу советских военнопленных в лагере смерти в Мариборе. Экспозицию подготовил Международный исследовательский центр Второй мировой войны Словении и Музей Победы. Фотодокументальный проект под названием «Шталак 18D. 5000 шагов бессмертия» открыли в Красногорском филиале Музея Победы в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Шесть разделов планшетной выставки подробно раскрывают историю создания концлагеря, условия содержания военнопленных, а также факты массовой гибели и захоронений заключенных. Этот музей рассказывает о трагической судьбе советских военнопленных, которые в начале Второй мировой войны в 1941-1942 году оказались в плену и трагически погибли в лагере «Шталак 18D», который являлся нацистским лагерем смерти. И мы знаем на данный момент о более чем 5000 погибших советских военнопленных в этом лагере. В торжественной церемонии открытия принял участие генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, председатель правления Российского исторического общества Руслан Гакуев и другие государственные деятели, представители общественных и ветеранских организаций. Историческая правда – наше сверхмощное оружие от беспамятства и безответственного отношения к своему прошлому. Оружия, равных которому нет. Когда мы сейчас видим ростки нацизма в европейских странах, его буйное цветение на Украине в странах Прибалтики, мы понимаем, что необходимость глобального противодействия нацистской идеологии не отпала. В экспозицию вошло более 50 оцифрованных уникальных материалов из государственных и ведомственных архивов и частных коллекций. Это фотоснимки, запечатлевшие военнопленных, карточки узников, а также письма и газеты заключенных. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». В Московском армянском театре под руководством Славы Степанина состоялась премьера кукольного спектакля «Весельчак» о многовековой дружбе России и Армении. Живая игра кукол пронизана национальным колоритом, традициями и народной мудростью. Подробнее в репортаже Альбеки Ильясовой. Спектакль «Весельчак» рассказывает о бедном башмачнике, который даже в самых сложных жизненных ситуациях всегда находит повод для веселья. Постановка сопровождается яркими этническими песнями, темпераментами, танцами и национальным юмором. Спектакль приурочен к 155-летию поэта всех армян, автора одноименной сказки Аванеса Туманяна и осуществляется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы сюда внедрили также и историю, сказку про принцессу Несмеяну. Поэтому у нас руссконародная сказка и армянский автор с своим произведением. Они у нас скомпоновались и очень красиво и гармонично существуют в этом сюжете. Московский армянский театр под руководством Славы Степаняна работает под эгидой Союза армян России. Его история уходит корнями в 1920-е годы, когда в Доме известных армянских благотворителей, графов Лазаревых, начала работать театральная драматическая студия. Нашему восстановленному театру 22 года, а историческому нашему театру 102 года. В 1922 году наш театр открыли никто иной, как Константин Сергеевич Станиславский, Вахтангов, Симона Рубен и братья Хачатуряне, Сурен и Арам Хачатуряне. В театре многонациональная команда работает. Армяне, русские, евреи, украинцы, осетины, кабардинцы, грузины и так далее. Немцы, да. Так что этим тоже гордимся, что вот такая команда. И репертуар весь идет, все спектакли идут на русском языке, но есть некоторые спектакли, которые и на армянском идут, и на языке оригинала. Кукольный спектакль «Весельчак» содействует не только сохранению армянской самобытности, но и ее популяризации для развития многонациональной палитры российской культуры. Альбика Ильясова специально для программы «Время русского мира». Ко дню единения народов России и Белоруссии, жители Минска, Бреста, Гродно и других городов записали слова поддержки для наших солдат и офицеров, находившихся в зоне боевых действий на специальной военной операции. Напомним, в 1996 году президенты двух государств подписали договор об образовании сообщества России и Белоруссии. Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран. Привет вам, дорогие друзья! Мы, белорусы, сейчас находимся на линии нашей старой белорусской границы. До 1939 года по правую руку от нас была Польша, а по левую руку – БССР. Но благодаря несокрушимой мощи Красной Армии наши границы прошли гораздо западнее. Сейчас она проходит по линии Прест, Гродно. Это произошло благодаря вашим дедам, которые творили историю. Сейчас историю творите вы. Дорогие наши ребята, дорогие наши воины духа, Женский клуб «Берегиня» города Бреста. Мы вас любим! Мы вас ждем! На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам. Если в вашей стране, в городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok